Всем привет, друзья! Необычный гаджет на нашем основном канале, ребята, на нашем основном канале. Только необычные гаджеты, вы просто не представляете, как же долго я ждал эту посылку. Как же долго я ждал, 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 ждал. И вот, наконец, дождался два интересных гаджета, а должно было быть три, но, к сожалению, голландская почта, мою первую посылку с торговой крауфандинговой площадки iGoGo. Называется, ссылки оставлю под видео, обязательно посмотрите. Это замок со сканером отпечатков пальцев, отдельное видео мы ему посвятим. А здесь часы Gligo Watch, они называются E-Ink, то есть там вообще вот всё прям очень даже интересно, красиво, нарядно. Вот смотрю вместе с вами и с замиранием дыхания хочу посмотреть, что да как здесь. Естественно, подробнее обо всём расскажу в обзоре. Вот у кого спёрли идею, ребята, Apple Watch Series 4. Вы посмотрите, вот здесь отдельно лежат часы, и вот здесь находится, я надеюсь, да, находится ремешок металлический, кстати. Смотрите, ремешок отдельно, часы отдельно, зарядное устройство, зарядное устройство, вот такой вот кабель с магнитной накладочкой. Магазин, точнее сотрудники вот этого вот сайта пошли мне навстречу и бесплатно, повторно выслали эти часы, потому что, ну реально, голландская почта потеряла два месяца ждала, представляете? Потом небольшая переписочка, и всё, ребята, пошли навстречу. Почту Сингапура выслали, за две недели всё прекрасно пришло. Во-первых, если вы боитесь заказывать с таких торговых площадок, не бойтесь, ребята, доставка по всему миру, это раз. И второе, можно оплачивать через PayPal. Смотрите, какой классный ремешок металлический, вот так всё это выглядит. А теперь вот думаю, как вот эту всю красотень-то аккуратно вытащить. Чёрный, есть ещё и в сером цвете, по-моему. Опять же, пройдите по ссылкам в описании. Вот это вот табло информационное, информативное. Блин, как правильно, вот так, наверное, должно быть. Вот именно E-Ink технологии используются в этом табло. Вот так вот, правильно, где надпись Gligo. E-Ink Smart Watch они называются. Блин, всё холодит руку, металлическое. Всё вот прям такое, очень аккуратное. Здесь есть указание о том, что это стальной корпус и то, что есть влагозащита. Естественно, есть датчик замера вашего сердечной, вашей активности. Так, извиняюсь, что сбиваюсь, но я просто с вами вместе рассматриваю это чудо. Обратите опять же внимание, что плоское стекло, никаких закруглений нет. Симпатичный гаджет. Давайте, знаете, что сделаем? Проверим, что там у нас с ремешками. Вот если от пэблов моих вторых стандартный ремешок зафигарим. Да, нормально, всё цепляется стандартно. То есть ремешки можете менять, как перчатки. Ну что, ребят, внимательно рассмотрели внешний вид. И заряжаем, и погнали тестировать. И как мы обычно делаем, ребят, начнём с того, как правильно первый раз их подключить, запустить, настроить, а потом обо всех нюансах использования. Вот так для вас пролетела секунда вашего времени, а для меня три недели полнейшего погружения в данный девайс и активнейшего его использования. Категорически не люблю металлические ремешки, поэтому вот воспользовался своим прорезиненным. И давайте я вам расскажу всё, что смог узнать о данных часах за три недели. Лёгкие, удобные, красивые и необычные, ребята. 58 грамм их вес. Другие характеристики вот здесь вот на экране. После покупки читайте инструкцию. Указана первая зарядка 5 часов. От розетки зарядного устройства 5 вольт 2 ампер. Через родной магнитный кабель. При этом полярность разная, поэтому неправильно подсоединить у вас не получится. Тот, кто успел заказать на старте, купили за 100 долларов. Простую комплектацию. Позже можно купить за 130. Есть комплектация, как у меня, с металлическим ремешком. Есть более полная, где дополнительно поставляется кожаный ремешок. Так как ремешки стандартные и съёмные, можете в принципе использовать от тех же Amazfit Bip. Основа аналоговых часов. Кварцевый механизм. По заверению производителя, время работы 2 года. За работу E-Ink дисплея отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 100 мАч. Время заявленной работы до 6 месяцев. Да, ребят, это E-Ink дисплей, сегментированный, и он действительно очень мало потребляет энергии. Хотите белый экран, а хотите он может стать чёрным. Давайте я вам расскажу о значках, которые время от времени будут появляться на вот этом вот экране. Отличная инструкция, увы, только на английском языке. И вот такие вот значки будут отображаться. Телефонные вызовы, сообщения электронной почты, сообщения из WhatsApp и SMS. И очень часто будет появляться вот этот вот значок. Как только соединение между смарт-часами и вашим смартфоном по Bluetooth будет разорвано. Восстанавливайте соединение. И значок пропадает. Далее. Отчёт вашей сердечной активности. Пульсометр. Агенда. Это напоминание о тех или иных событиях. Будильник. Напоминание о том, что нужно проявить физическую активность. Напоминание о том, что нужно выпить воды. И напоминание о низком заряде вашей аккумуляторной батареи. Но у нас нет времени ждать полгода, чтобы проверить, как работает этот значок. Теперь поговорим о предназначении вот этих вот трёх физических клавиш. Кнопок. Называйте, как вам удобней. Они работают в зависимости от степени и силы вашего нажатия на них. Итак, короткое нажатие на верхнюю кнопку. Поиск вашего смартфона. Также с помощью короткого нажатия на эту кнопку можно сделать снимок. Через приложение, о котором мы поговорим с вами, ребят, чуть позже. Долгим нажатием на верхнюю кнопку можно запустить пульсометр. И вот таким вот образом всё это дело выглядит на часах. Средняя кнопочка с буквой «Г» обычная, привычная нам, которая есть и во всех аналоговых часах. С помощью неё, ребят, естественно, можно управлять временем. Выглядит это вот таким вот образом. Ну и последняя, нижняя кнопка. Коротким нажатием можно менять цветовую гамму экрана с чёрного, переключаться на белый и наоборот. А вот долгими нажатиями можно менять режимы. На самом деле, режимы лучше всего менять через приложение. Первый режим – бизнес режим. Далее – спортивный режим. Только по вот этим вот полосочкам можно определять смену режима и вибрация. Третий режим – отображение часов и даты. И четвёртый режим – casual, обычный режим, отображение времени. Очень интересная особенность. Если вы часто бываете в поездках, меняете часовые пояса, можно настроить часы таким образом, что аналоговые часы будут показывать время в вашем доме, например. А вот эти вот нижние, синхронизированные со смартфоном, будут показывать время в том месте, где вы сейчас находитесь в данный момент. То есть, одновременно отображается время в разных часовых поясах. Для работы с данными часами необходимо скачать приложение Gligo Watch. Если у вас смартфон на Android, естественно, из Play Store. Если у вас смартфон на iOS, естественно, с Apple Store. Вы уже написали правильно в комментариях, как нужно говорить iOS, типа iOS. Настройка данных часов и привязка их к смартфону очень простая. Указываете никнейм, свой пол, возраст, рост, вес. И, естественно, предварительно включив Bluetooth на вашем смартфоне и дав все необходимые разрешения для полноценной работы указанного устройства. Я про вот эти вот симпатичные часики. Так как крауфандинговая площадка рассчитана все-таки не на жителей СНГ и основные покупатели из англоязычных стран, выбор языков, к сожалению, сейчас вот такой. Либо китайский, либо английский. На часах в приложении переключение режимов выглядят вот таким вот образом. Бизнес-режим, спорт-режим. Одновременно, видите, на часах тоже происходит переключение. Вот этот вот полукруг, образовавшийся, появившийся на экране, это секундомер. Кэжуал, то есть обычный режим. И последний режим, режим энергосбережения, при котором отключаются все значки и дополнительные символы на экране ваших смарт-часов. Помимо четырех режимов, есть четыре вкладки подсчет шагов, сожженные килокалории, пройденная дистанция. И подробно можно будет, ребят, так вот по дням посмотреть, когда велся подсчет. Я просто на разных смартфонах использовал эти часы, и, как вы понимаете, подсчет у меня на разных смартфонах в приложении разный. Далее, вкладка фазы сна и общая продолжительность сна. Глубокий сон, неглубокий сон. Кроме того, есть вкладка замера вашего сердечного ритма. Можно это запустить с часов, непосредственно, как я уже говорил. Часы работают, сердечные ритмы подсчитывают. Ну и последняя вкладка, где вы можете создавать напоминание о тех или иных событиях. Выглядит это вот таким вот образом. Ну и, наконец, более расширенные настройки. Опять же, все на английском языке. Step Goal – это дистанция, которую вы хотите себе установить для ежедневных прогулок. Менять фон экрана вы можете не только с часов, но и с приложения. Черный, белый. Также вы можете выбрать, что будет отображаться на дисплее. Ничего не будет отображаться. Дата. И месяц, либо время. Включить напоминание о вызовах, о различных событиях, о сообщениях. Смотрим, из каких приложений можно получать сообщения. Вичат, скайп, инстаграм, фейсбук, твиттер, ватсап. Ну и, естественно, смс-сообщения. Далее, время напоминаний о необходимости какой-либо физической активности. И напоминание о том, что нужно принять воды. Именно воды, ребят. Ничего более. Также можно установить вот такую вот вкладочку. Если заряд аккумуляторной батареи станет менее 20%, вас известит соответствующий значок на экране ваших часов. Также можно установить три будильника. Видите, установить. И вот так все это выглядит. Опять же, все на английском языке. Если вас раздражает постоянная вибрация и напоминание, что часы, которые вы носите на руках, и смартфон, который вы оставили на зарядке в другой комнате, разорвало соединение, вы можете отключить просто эту функцию, и они вас не будут беспокоить при каждом разрыве соединения. Хочу вам сказать, что это будет происходить часто. Потому что, ребята, дистанция между этими часами и смартфоном-компаньоном не должна быть менее двух метров по моим личным замерам. Как только дистанция становится более двух метров, часы теряют связь и незамедлительно сообщают вам и вибрацией, и соответствующим значком. Кроме того, есть данные о версии программного обеспечения, и есть данные о серийном номере ваших часов. И на этом, ребята, функционал этого приложения в настоящее время ограничивается. Принудительно восстановить соединение между часами и смартфоном можно также из приложения. Давайте отправим проверочное сообщение по WhatsApp и посмотрим, как всё это дело выглядит на часах. Вибрация, мерцание дисплея. А если мы осуществим контрольный вызов, выглядит это на часах вот таким вот образом. Померцав, всё исчезает. Итак, подведём итоги, ребята. Это, безусловно, имиджевые часы. Очень обычные, очень интересные, с очень большим временем автономной работы. Их не купить на Алиэкспресс, и, естественно, вы будете одним из немногих владельцев данного устройства. Сейчас это модно аналоговые часы со смартфункциями. Они качественно сделаны, имеют степень влагой пылезащиты по стандарту IP65. Безусловно, не понравилось. Очень скудное приложение. Очень скудный функционал. В части смарт-функции то, что радиус Bluetooth сопряжения менее 2 метров, никоим образом не реализован GPS. Нельзя отвечать или отклонять входящие вызовы. Но и они, ребят, довольно дорогие. 130 долларов. Напоминаю, цена, где купить. Ссылки в описании. Но они реально очень прикольно смотрятся. Честно. Вот внешне и по качеству изготовления вопросов нет. 5 баллов. Это нишевый продукт, который обязательно найдет своего почитателя и покупателя. На крауфандинговой площадке ребята умудрились собрать уже более 300 тысяч долларов. А значит, этот продукт кому-то нужен и кому-то интересен. Друзья, надеюсь, это видео было вам интересным и полезным. Не забывайте, у нас есть первый канал, есть второй канал, даже есть третий канал. Есть группа ВКонтакте. Загляните обязательно туда. Все необходимые информации есть в описании к данному ролику. Глиго Е-Инг Ватч Умные Часы, которые выглядят симпатично и стоят дорого.